Чубайс куда-то, значит, все-таки отправлен. То ли по горизонтали, то ли в отставку. Ну, в общем, как вы вообще относитесь к этой новости, и что вы можете по этому поводу сказать? Ну, если мое отношение к этому, как бы назвать так, чтобы пообиднее-то было, это человек, я его гражданином даже не могу назвать, потому что это ставленник Соединенных Штатов Америки, это человек наблюдает и контролирует, а что делается здесь в России, русский народ делает, здесь творит, и так ли с точки зрения Америки это все происходит. Этот человек, он вместе с Ельцином, а Ельцин преступник, проводили эту преступную прихватизацию государственной собственности, несмотря на экономический эффект и его последствия. Я считаю его одним из самых негативных политиков преступного свойства, которого родила наша Родина, наша Земля, по которому он и пока еще ходит. Его давно надо было гнать суковатой палкой со всех должностей. Я же помню, когда он был еще в правительстве, заму вместе с Кириенко, и они довели страну до дефолта, обнищания. Миллионы и миллионы людей стали нищими только потому, что господин Чубайс стал богатой и сверхбогатой. И вот этому преступлению срока нет. Мы, фракция Компартии Российской Федерации, наша партия КПРФ, не один раз обращалась к прокурору, к следователям. Я делал депутатские запросы по конкретным вещам разворовывания бюджетных средств при непосредственном руководстве и участии господина Чубайса в этих процессах. И в этих запросах четко и однозначно говорил, что человек должен сидеть, разворовываются деньги народные, бюджетные деньги. Но прикрывал президент, прикрывало правительство. Эти должности просто так не раздаются. Не надо мне сказки рассказывать. Такие должности, как руководитель Роснано, это абсолютно бюджетная составляющая, его туда перевели и дали деньги, огромные деньги. Когда нищая страна, когда экономический кризис, и он под Новый год, поднимая бокалы, говорил у нас, своему коллективу, ребятки, у нас столько денег. Вы не представляете, сколько у нас денег. Я вас поздравляю с Новым годом. В это же время граждане роются в мусорных баках для того, чтобы хоть выжить сегодня. Завтра они не знают, выживут или нет. Это его не интересовало. Это враг номер один после Ельцина. Это враг нашей Родины, нашей страны. И то, что они совершили вместе с этим подонком, пьяницей Ельцином, они отвечают за это. Я думаю, что его ждет ад. Просто ад ждет. Я бы давно сделал, чтобы под ногами у него земля горела. Чтобы он бежал без оглядки из России и думал, а вдруг его остановят. Потому что он еще здесь не ответил. И если его переведут на какие-то государственные должности, хлебные места, из Роснана, еще куда-то, это тоже будет преступлением. Самым настоящим преступлением. К сожалению, вот эта правда, которую мы, я как депутат, мы, фракция КПРФ, доносим до властных структур, на эту правду нет нормальной реакции. Я же помню, когда он начинал реформу РАО-ЕС, и наши энергетические все составляющие, во-первых, прихватизировали, как они называют, это приватизировали, разделили на три части, генерирующие, передающие и использующие. И угробил эту часть, обещав снижение тарифов. На самом деле, в разы увеличились тарифы за потребление электроэнергии во всех отраслях. А это значит, убил производство, экономику убить. Потому что одна из составляющих это электроэнергия. Везде, что бы ты ни производил. Зашел домой, включил, так сказать, лампочку, все, значит, Чубайс загорел. Чубайсу пошли эти копейки. И вот эти схемы, схемы придуманы именно им. Да, с помощью Америки, да, с помощью Капитала, да, с помощью олигархов отбирать граждан Российской Федерации. Давно, давно, абсолютно давно пришла пора привлечь к ответственности этого одиозного, абсолютно одиозного гражданина. Я его политиком назвать не могу, потому что это не политик. Если такие политики будут у власти, тогда преступников всех из тюрем надо выпускать. Вот у меня к нему толкает отношение. Отставка, вы не удовлетворены только. Нет, только отставка, это ничто. Только отставка, это ничто. Должен ответить за те преступления, за то воровство, за те, значит, растраты бюджетных средств, которые собирались народа, он этим занимался. Он должен ответить по закону. И это должно быть гласно, открыто, всенародно. И чтобы люди знали, сколько веревочки не весят, значит, конец будет один. Тюрьма. Продолжение следует...